Разведение шелкопряда является необычным, но рентабельным предпринимательством. Им занимаются в южных регионах, где растут тутовые деревья, корм для гусениц. Шелковица имеет черные и белые ягоды и напоминает ежевику. Натуральный шелк является красивым и дорогим. Из шелковой нити производят прочные ткани для парашютов, используют нити в хирургии и косметологии. Начинается разведение шелкопряда с приобретения бабочек, откладывающих яйца грены. Их рассаживают по две в марлевые мешочки и оставляют, пока самка отложит множество яиц. Покупают бабочек в фермерских хозяйствах или через интернет. Потребуются также инкубаторы, в которых появятся личинки и просторное помещение, где они будут питаться и развиваться. Кроме этого, нужно высадить шелковичные тутовые деревья. Листьями шелковицы кормят гусениц и ждут появления кокона. Коконы обрабатывают паром для уничтожения гусениц, разматывают нить на станке. В коконе располагается нить длиной до двух километров. Из необработанного кокона появляется бабочка и процесс повторяется. Для получения 10 килограммов натурального шелка потребуется 100 килограммов коконов, поэтому шелк такой дорогой. Помещение для содержания должно быть толстостенным. Температура поддерживается не выше 25 градусов, что актуально для жаркого климата. Проветривают помещение ночью. Днем окна и двери завешивают смоченной тканью. Личинкам из одного грена нужна площадь 2 квадратных метра. Затем она повышается до 65-70. Шелкопряд подвержен желтухе и гнилокровии, поэтому насекомые не должны контактировать. Для этого и необходима большая площадь. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok